И первый вопрос. Ассаламу алейкум, рахматуллах и баракяту. Брат Курбан, можно поподробнее объяснить понятие ширк в вилаяте? Что это и какой категории мусульман касается и его последствия? Алейкум ассаламу, рахматуллах и баракяту. По поводу того, что из себя представляет ширк в вилаяте. Обратите внимание, на сегодня мусульманское общество, а точнее сказать, ваххабитские ученые, ваххабитские деятели, ваххабитские проповедники, они акцентировали свое внимание на ширке. Обвиняют всех остальных помимо себя, всех остальных мусульман обвиняют в ширке. То есть говорят, что все остальные мусульмане, кроме нас, они впали в ширк, в многобожие. И как правило, они ссылаются на то, что другие мусульмане так или иначе обращаются к кому-то помимо Аллаха. То есть обращаются с просьбой. То есть обращение с просьбой к кому-то помимо Аллаха является ширком. И на основании этого они что делают? Они обвиняют остальных мусульман, приписывая им этот вид ширка, они обвиняют их в многобожии. Но давайте зададимся очень простым и понятным вопросом. Что является большим поклонением? Подчинение или же прощение? Прошение, то есть обращение с просьбой является большим поклонением? Или же подчинение является большим поклонением? Совершенно очевидно, что подчинение является большим поклонением, чем обращение с просьбой. Но обратите внимание, в Всевышнем Священном Коране говорит Или же в другом Аяте Священного Корана говорится То есть подчиняйтесь Аллаху и Его Посланнику. Почему? Почему Всевышний говорит, что необходимо подчиняться Аллаху и Его Посланнику? Аллаху понятно, почему Посланнику необходимо подчиняться. Сам Всевышний в другом Аяте Священного Корана разъясняет данный вопрос. Всевышний говорит Тот, кто подчинился Посланнику Аллаху, тот подчинился Аллаху. То есть подчинение Посланнику Аллаху является подчинением самому Аллаху. Другими словами, подчинение Аллаху возможно, возможно, только и только через подчинение Посланнику. Без подчинения Посланнику невозможно, это просто-напросто невозможно подчиняться Аллаху. Подчиняться Аллаху можно только подчиняясь Посланнику. И то же самое касается и других категорий людей, которым Всевышний приказал подчиняться, когда сказал «Ат его Аллаху, а от его Расуль, ва улиль амри минкум, подчиняйтесь Аллаху, посланнику и обладательном власти среди вас». То есть, точно так же, как средством подчинения Аллаху является подчинение посланнику Аллаха, точно так же средством подчинения Аллаху является подчинением обладателем власти. И не подчиняясь, не находясь под вилоятом, под властью, под покровительством обладателей власти, человек не может находиться под властью, под вилоятом, под покровительством и в подчинении Всевышнего Аллаха. И как следствие, находится в подчинении, покровительстве всех остальных. То есть, совершает самый что ни на есть ширк, подчиняясь, выходя из вилоята и подчинения Аллаха, он подчиняется другим. Это есть ширк в вилояте, ибо подчинение – это одно из больших и величайших видов поклонения. И подчинение Аллаху возможно только через его халифов и наместников и имамов, коим являются посланник Аллаха, и преемники посланника Аллаха в лице 12 имамов. И подчинение Аллаху возможно только и только через подчинение этим людям. Не подчиняясь этим людям, человек не может подчиняться Аллаху и, как следствие, будет подчиняться другим, и это будет ширком. Это ширк. Это по поводу того, что есть ширк в вилояте. А теперь по поводу того, к какой категории людей это относится, к какой категории мусульман это относится. Это относится к тем мусульманам и к тем категориям мусульман, которые не подчинены посланнику Аллаху и его 12 наместникам. Это, во-первых, те люди, которые последователями являются сакифы, известные как ахли сунна. Они не подчинены 12 имамам. И некоторые группы шиитов, которые не подчинены всем 12 имамам, а подчинены только некоторым из них. И, наконец, последствия ширка в вилояте. Как мы знаем из множества, огромного количества преданий, дошедших до нас от непорочных имамов, последствием ширка в вилояте является отсутствие веры. То есть у человека не может быть веры, он не может считаться верующим. Он не может быть верующим до тех пор, пока не подчинит себя наместникам и халифам Аллаха на земле. И по этому поводу имеется аят в Суре Ибрахим, 28 аят, где Всевышний говорит Разве ты не видел тех людей, которые поменяли милость Аллаха на неверие и дозволили своим людям, своему племени, дозволили, сделали возможным для своего племени пребывание в аду. И как мы знаем из толкования непорочных, этот аят касается именно вилоята и имамата. Что люди, когда принес посланник Аллаха, принес им учение об имамате, они отвергли его, организовали сакифу в последующем. И решили, что то, что для них решил Аллах, тот человек, которого им назначил Аллах, что это решение не лучшее решение для них, что эта милость Аллаха не является лучшим решением для них. И они сами взяли руководство над собой в свои собственные руки, выйдя таким образом из покровительства и подчинения Аллаху. И таким образом они поменяли милость Аллаха на неверие, куфр, и сделали возможным пребывание для себя, то есть свое племя и своих людей обрекли на пребывание в аду. Это 28 аят суры Ибрагим. И также по этому поводу имеется огромное множество преданий. Например, в одном из преданий, в частности из Усулькафи, приводится, что «Ла дина лиман дана би вилайати имамин джа и ринляйса мин Аллах» что нет религии и веры у того, кто исповедует свою веру под руководством имама, которого Аллах не назначал. И по этому поводу имеются похожие и другие предания. И в аятах священного Корана неоднократно говорится. Но, коротко говоря, последствием этого многобожия и выхода из вилайата Аллаха является отсутствие веры. Является духовная смерть, как сказано в некоторых аятах священного Корана. Является духовная смерть.